МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это информационная программа День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Боевое наследие. Родственники героя горячих точек не могут поделить ордена и медали. Удоблести женское лицо. В МВД получили госнаграды 26 сотрудников. Кассы в законе. Налоговики. Снова проверяют предпринимателей. К нам в редакцию обратилась супруга умершего недавно ветерана боевых действий Виталия Земши из города Рыбное. По словам женщины, прямо во время похорон кто-то забрал себе подушечку со всеми боевыми наградами героя-десантника. Орден мужества. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Медаль за отвагу. От этих наград у Елены Евдокимовой, вдовы героя горячих точек Виталия Земши, остались только удостоверения. Сами боевые регалии исчезли, как утверждает женщина, при таинственных обстоятельствах. Ветеран ВДВ скончался 8 января от коронавируса. Инцидент с пропажей случился прямо на кладбище. Все ордена и медали были на красной подушке. Я за ней смотрела за подушечкой, потом вместо подушечки почему-то венок оказался. Она никуда не могла упасть. Я бросала землю, в какой-то момент я отвернулась. О том, что это была банальная кража, Елена Евдокимова думать сегодня не хочет. Хотя и написала заявление в полицию. Ей эти ордена и медали сегодня важны не как наследство, а как память о героическом прошлом ее мужа. Люди, верните, пожалуйста, эту подушку ради Христа. Она достойное место должна занять в музее. Это память о нем. Понимаете, это его память. Полицейскими криминальный подтекст был отвергнут практически сразу. Дело в том, что Елена Евдокимова – вторая жена Виталия Земши. От первого брака у него есть сын и дочь, которые тоже были на кладбище. Важный момент. Медали нашлись. Они просто поменяли владельца. А официальный ответ МВД Паризанской области сомнений в их местонахождении не оставляет. Звучит он так. Сотрудники полиции проверили данную информацию о пропаже орденов и медалей и выяснили, что награды находятся у сына покойного. Теперь доказательство прав на них – область гражданских взаимоотношений. Наверное, будет правильней отправить их в музей, но это решение и первая семья героя, и вторая должны принять вместе. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Десантники – настоящая гордость Рязани. И вовсе не удивительно, что в области пройдут международные армейские игры «Армии-2021». Их уже анонсировала пресс-служба губернатора заранее практически за полгода. Что известно на сегодня, так это дата и место. Игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. Подразделения ВДВ и представители Вооруженных сил иностранных держав будут состязаться в Сельцах, Дубровичах и на полигонах 137-го полка. Конкурсная программа будет расширена. Приглашение участвовать в «Армии-2021» направлены военным ведомством 95 стран. Еще одна регалия нашла своего героя. Медалью МВД России за доблесть в службе награждена подполковник внутренней службы Наталья Новикова. Государственные и ведомственные награды получили еще 25 сотрудников. Медаль за доблесть в службе принято считать мужской наградой. Обычно ее вручают за охрану общественного порядка, отвагу и противодействие преступности. Но с приходом пандемии на первых рубежах обороны даже в силовых ведомствах оказались женщины-медики. Подполковник внутренней службы Наталья Новикова еще совсем недавно защищала от напасти сотрудников ведомства на Северном Кавказе. Сводный отряд рязанской полиции полгода обеспечивал охрану общественного порядка, пресекал незаконный оборот оружия и боеприпасов, выявлял контрабанду и находил похищенный автотранспорт. Все это время Наталья Новикова была на страже физического и психологического здоровья земляков. Мы не допустили коронавирусную инфекцию. Наши подразделения на территории ФПП затеречные. Но ситуации были разные. Сотрудники несли службу в особых условиях, поэтому и, соответственно, оказывать медицинскую помощь тоже проходилось. Не так, как здесь, а в особых условиях. Государственные и ведомственные награды в этот день получили еще 25 сотрудников. Снижение темпов роста заболеваемости ковидом среди личного состава – это ваша заслуга, подчеркнул глава МВД России Владимир Колокольцев, поздравляя рязанских полицейских. А Наталью Новикову теперь ждет еще и ведомственная премия. Снег тает все больше, но вода с крыш часто течет не на улицу, а прямиком в дома. И обычно жильцы не знают, что с этим всем делать. Валерий Седов решил выяснить, кто и в какие сроки должен заделать протечки и сколько за это нужно заплатить. Это видео сняли жители многоэтажки на улице Зубковой. Автор рассказал, что крыша протекает два дня. Только за одну ночь жители вынесли 100 литров воды. И за январь это не единичный случай. А это уже улица Горького. Жители говорят, что приезжали и аварийные службы, и слесари, но все осталось как прежде. Проблема везде одна, течет крыша. А управляющая компания, говорят жильцы, вместо того, чтобы проблему устранять, валят все на фонд капитального ремонта. Мол, подождите пару лет, починят крышу и все будет нормально. В данной ситуации нарушаются права потребителей услуг по содержанию многоквартирных домов, где указано, что кровли относятся к общедомовому имуществу и за это несет ответственность управляющая организация или ТСЖ. Расходы по текущему ремонту, в рамках которого, повторюсь, и должны производиться работы по пресечению этих протечек вашей квартиры, они заложены в содержании жилья. Олег Попов рассказал, что первым делом нужно составить акт о залитии. Этот документ просто подтверждает случившееся. Следом провести независимую экспертизу. Электротехническую. А если повреждена мебель, внутренняя отделка или предметы искусства, то строительно-техническую. И уже с этими бумагами идти в управляющую компанию или ТСЖ. Если в течение 10 дней после ваших требований вам не возмещает ущерб определенные экспертами, и в том числе вынуждены расходы на производство необходимых экспертиз, вы обращаетесь в суд. Текущие крыши – это проблема не двух домов на карте города. В комментариях к видео рязанцы делятся своими адресами. Проблема эта комплексная, и решить ее нужно, пока снег окончательно не растаял и не залил жителей верхних этажей. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани вновь стартуют проверки за соблюдением законодательства в применении контрольно-кассовой техники. В Рязани их установлено почти 30 тысяч, но не везде онлайн-кассы работают без нарушений. О том, к чему готовиться предпринимателям, в нашем следующем сюжете. Больше триллиона рублей прошло через онлайн-кассы на территории региона. Такими сведениями поделились в налоговой службе. Проект о применении контрольно-кассовой техники был запущен почти 5 лет назад. С июля 2019 года все расчеты при продаже и оказании услуг с обычными людьми должны проводиться через онлайн-кассы. Однако пандемия внесла свои коррективы. Бизнесменов и организации не проверяли. Вот количество нарушений и увеличилось. Только с 1 января 2021 года удалось эти проверки возобновить. Теперь сотрудникам налоговой службы предстоит найти тех, кто не фиксирует свою выручку через контрольно-кассовую технику. И это не единственный проект. Федеральная налоговая служба приступила к реализации двух масштабных проектов. Один из проектов направлен на обеление среды общественного питания. Поскольку здесь действительно в связи с тем, что были запреты на применение онлайн-касс, наблюдалось в ходе мониторинга неприменение контрольно-кассовой техники. Это будет способствовать обелению бизнеса на территории, в том числе нашего региона. И в дальнейшем, соответственно, приведет к равноценной конкуренции в этой среде. Федеральная налоговая служба обновила свое мобильное приложение по проверке чеков. Теперь можно не только сканировать чеки и получать кэшбэк бонусными баллами на счет, но и подавать два вида жалоб. С помощью мобильного приложения, которое разработано в Федеральной налоговой службе, это мобильное приложение называется «Проверка чека». Мы можем с помощью этого приложения проверить любой чек, который выдан на территории Российской Федерации. Соответственно, если есть какие-то ошибки, с помощью этого приложения можно направить жалобу к нам в налоговые органы. Соответственно, мы отреагируем на эту жалобу. Если предприниматель и организация контрольно-кассовую технику не используют, то предусмотрены штрафы. На должностных лиц от 1,4 до 1,2 размера суммы расчета, но не меньше 10 тысяч рублей. Для организаций от 3,4 до 1 размера суммы расчета, но не меньше 30 тысяч рублей. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Восхищаясь полотнами великих мастеров, у людей, никогда не бравших в руки кисти, частенько возникает мысль. Вот бы так уметь. Но мало кто верит, что стать художником можно уже в зрелом возрасте. И совсем не обязательно начинать постигать тайны живописного искусства с малых лет. Увидеть результаты работы художников-любителей можно на выставке, которая открылась в галерее Винсент. Разнообразие техник и форм. От масляных шедевров реализма до графики и акварельных картин. Здесь, в залах галереи Винсент снова выставка необычного формата. Работы Калинникова Александра Владимировича. Это один из первых художников нашего союза. Десять лет назад они организовали Рязанское отделение союза в Рязани. И вот он уже у нас такой ветеран, можно сказать. А с основания союза их было три человека всего. Потихонечку, потихонечку мы сейчас приблизились к цифре 70 человек. После долгого перерыва, связанного с карантинными ограничениями, галерея открыла в своей двери экспозиции, способные вдохновить тех, кто давно хотел начать, но не решался. Ведь многие из представленных работ написаны не профессиональными художниками о теме, кто не получив специального образования, просто решил, что хочет и принялся постигать тончайшие грани искусства. Мы, конечно, это все делаем не только, скажем, для всех, кто хочет прийти. В первую очередь мы это делаем для наших воспитанников, которые, естественно, учатся не только на уроках, но и глядя на работы таких вот художников. Здесь очень много художников, которые не имеют художественного образования в этом союзе есть. Они просто, скажем, в свободное от работы время занимаются вот такими вот делами. И это все, конечно, выглядит потрясающе. Не отличите вы здесь абсолютно, кто имеет художественное образование, а кто нет. Легко ли научиться рисовать, если детство давно позади? Реальная жизнь – это работа учителем, бухгалтером, предпринимателем, кем угодно. И все это вообще никак не вяжется с тем, чтобы прийти на занятия, начать в буквальном смысле с чистого листа и поверить в себя. Однако те, кто справляется с этим препятствием в своей голове, спустя некоторое время способен создавать настоящие шедевры. Мне очень нравилась всегда природа. Мне очень нравилось. Я любила смотреть закаты, восходы. Вот как-то так сидела, смотрела на такие облака чудесные. И мне так захотелось научиться рисовать. Вот это если бы можно было как-то нарисовать. Немножко времени больше стало. Мы со знакомыми вот пришли сюда, в эту студию, и стали рисовать. Что меня здесь удивляет, что приходят люди на нулевом уровне рисования. И учатся здесь рисовать. Главное, что у всех получается. На выставке в галерее можно увидеть акварели Анны Монастыревой, художницы, которая помимо творческой деятельности ведет занятия по живописи у взрослых. Все уже сложившиеся такие личности, все разные. И поэтому интересно взаимодействовать. Учить легко. То есть меня понимают с полуслова. Единственное, взрослым не хватает детской смелости, чтобы взять и раскрепоститься. Они немножко осторожничают. Обучение взрослых начинается с гуаши. Затем переходят к более сложным материалам. Масло или акварель. Изучают техники и правила. Постигают законы построения натюрмортов и пейзажей. Композиции. И впоследствии, возможно, сами становятся участниками настоящих выставок. Но самый главный результат, по признанию взрослых учеников, в том, что занятия с живописью помогают жить в это непростое для всех время. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова